Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную жилеточку с зигзагами. Размер у меня на первоклассника, но я вам сейчас расскажу точные размеры, которые получились у меня в данной жилеточке. Вы уже затем будете ориентироваться, сколько вам набирать петелек, сколько убавлять и так далее. Смотрите, высота от плечевого здесь скоса до самого, получается, конца вязания 44 сантиметра. Далее, полуобхват груди у меня вот здесь 38 сантиметров. Это не растягивая, просто вот как я и жилеточка 38 сантиметров. И из-за того, что у нас снизу вот здесь резиночка, то вот здесь ближе к талии здесь 35 сантиметров, то есть уже. Вязала я двумя номерами спиц. Вы можете в принципе вязать от начала до конца одним размером спиц. Вот. Это уже зависит от вашего желания. Я люблю, чтобы снизу именно вот эта резиночка немножечко стягивала вязание, для того, чтобы не сильно вот такое вот оно по ходу носки будет растягиваться, чтобы не сильно растянутый вид был. Вот. Далее. Что хочу сказать по поводу расчетов на меньший-больший размер. Смотрите. У нас рапорт узора составляет 10 петелек. То есть вам нужно брать, в общем, если вы вот свяжете своими спицами, ниточками образец, рассчитаете, сколько вам нужно полуобхват груди и так далее, сколько вам нужно набрать петелек. Вот петелек вам нужно набирать кратное 10. То есть это может быть как 60, 70, 80, 90, 120 и так далее. Кратное 10 петелек. Плюс одна петелька для симметрии. То есть для того, чтобы завершить узор, нам нужна будет одна петелька. И плюс, если у вас будут шивы по краям, то есть вот здесь шивание будете делать, то две кромочные. На каждой из половинок вам нужно брать по две кромочные. Вот. Спинка у меня связана лицевой гладью, поэтому здесь уже, в принципе, отпираясь от то количество, которое вы будете брать на перед, я такое же брала и на спинку. Вот. Теперь обязательно вам нужно знать не только окружность груди, а высоту жилеточки, которую вам нужно от начала плечевого шва до конца вязания. То есть непосредственно какая должна быть высота жилеточки. Общая. Плюс вам нужна высота вот здесь вот проймы до подмышечки. Плюс где-то 3-5 сантиметров в зависимости от той высоты, которую вы хотите. Допустим, если вы хотите пошире, чтобы у вас ручка здесь вот проходила, широкая была, то, соответственно, вы измеряете нужную вам высоту проймы. Плюс вам нужно знать высоту горловинки, насколько ребеночку вы хотите, чтобы был глубокий вырез. Я не люблю глубокие вырезы, поэтому я вот такую вот взяла небольшую глубину. Вот. Вы уже смотрите, ориентируйтесь на свое усмотрение. Теперь же. В общем, в принципе, вязание состоит из лицевых и изнаночных петель, как я уже сказала. Плюс резиночка 2х2. Вот такая вот замечательная, которая потом будет переходить плавно на вот такие зигзаги. Вот. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. И кому понравилось, конечно же, присоединяйтесь обязательно с вяжем с вами вместе. На данную безрукавочку у меня ушло 200 грамм пряжи. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу от фирмы Alize Lana Gold. Здесь 240 метров в 100 граммах. Следовательно, нам нужно 2 моточка. Более подробно о этой пряже я вам оставлю ссылочку под видео. Посмотрите, кому интересно. Буду вязать спицами прямыми 3,5 номер. И буду использовать также набор чулочных спиц. Номер тоже 3,5. Для резиночки я буду использовать номер 3 круговые спицы. Можно, в принципе, использовать всего 2 набора. Круговые, допустим, троечку и 3,5 для основного вязания полотна. Я использовала чулочные для того, чтобы они у меня шли как дополнительные спицы. То есть, я оставляла открытые петельки на них. Возможно, они нам понадобятся для обработки горловины и проймы. Ими просто удобно. Для тех, кто привык вязать круговыми спицами, то, пожалуйста, можете использовать круговые меньшего размера. Теперь же нам понадобится крючок для того, чтобы набирать по ходу вязания, обвязывания горловины, в общем, петельки. Можете крючком также использовать, убирать какие-то ниточки дополнительные, остаточки, сшивать и так далее. То есть, для дополнительных функций. Также нам понадобится иголочка для сшивания плечевых скосов и для закрытия петелек на горловине и проймочках. И ножнички. Также нам, конечно же, понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Для начала наберем 83 петельки. Из них будет 81 петля рабочая, так как раппорт узора составляет 10 петелек. У нас должно общее количество делиться на 10. Это 80 плюс 1 петля для симметрии узорчика. То есть, 81 у меня. Плюс 2 кромочные. То есть, 83 петли. Набираем обычным способом. Разворачиваем вязание первого ряда. Я уже немножечко провязала, чтобы вам было видно и понятно. И будем начинать вязание. Вам необходимо начать вязание, как у меня. Для чего? Для того, чтобы у нас потом при вязании переда и спинки совпал узорчик. Так как количество нечетное петелек. Поэтому будем немножечко подстраиваться под узор. Итак, набрали 83 петли. Первая кромочная. Не провязывая ее снимаем. И всегда в каждом ряду я буду кромочную первую снимать не провязанной. Теперь вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так вот вяжем все средние петельки. У нас окончание будет немножечко другое. Но начинаем мы вязание с резиночки 2х2. Можете включить отдельное видео. Есть по набору петелек и по вязанию резиночки 2х2. Для тех, кто не знает, что это такое. Итак, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные чередуя. 2 лицевые, 2 изнаночные. И в конце у нас остается 4 петельки. По рисунку это 2 изнаночные. И затем 1 лицевая, кромочная, изнаночная. И именно так вам нужно начать первый ряд, для того, чтобы потом при вязании спиночки мы там тоже немножечко изменим окончание, чтобы у нас совпал рисуночек. Разворачиваем на второй ряд и вяжем по рисунку. Кромочную первую снимаем не провязанной. Далее у нас идет изнаночная, мы вяжем ее изнаночной, то есть петельки над петельками. Далее идут у нас по рисунку 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. 2 изнаночные, вяжем 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 изнаночные. То есть вяжем петельки над петельками, над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночными. То есть это у нас идет второй ряд резиночки 2х2. И в конце второго ряда у нас по рисунку остается 3 петли. 2 из них изнаночные, так и вяжем изнаночными, и кромочная изнаночная. И всегда в конце ряда кромочную я буду провязывать изнаночной. Поворачиваем на третий ряд и продолжаем вязать по рисунку. Кромочную снимаем непровязанной, далее идут у нас 2 лицевые, так и вяжем лицевыми, над лицевыми петельками. Изнаночные вяжем над изнаночными 2, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. То есть вяжем по рисунку над лицевыми петельками лицевые, над изнаночными изнаночными. И в конце у вас получится точно так же, как и в первом ряду. Остается 2 изнаночные, затем лицевая петля и кромочная изнаночная. То есть у вас здесь как бы незавершенный раппорт резинки 2х2, а всего 3 петли. То есть кромочную мы не считаем, а получается 2 изнаночные и лицевое место 2 изнаночные, 2 лицевые. Раппорт резинки 2х2 4 петли. У нас 83 петли. Видите, не соответствуем. И теперь, смотрите, мы довязываем этот ряд до конца и нам нужно провязать вот таким вот образом. Еще получается, всего нужно провязать 15 рядочков. Мы провязали, уже начали третий ряд. Я уже провязала 14 рядочков и с вами начала 15. То есть нам нужно закончить на 15, в конце 15 ряда. На вот этом вот нечетном ряду, там, где при наборе у нас вот такие вот трубчики. Это будет у нас изнаночный ряд. То есть изнаночная сторона. Если вы повернете на лицевую сторону, у нас здесь вот такая красивая, ровная, гладкая косичка. И всего провязано должно быть у вас от начала вязания 15 рядочков. Вот в начале 16 ряда мы с вами уже продолжим вязать непосредственно саму высоту жилеточки. И обратите ваше внимание, что резинку мы вяжем спицами на хотя бы полразмера меньше. То есть для того, чтобы резиночка у вас по ходу носки сильно не растянулась, можете, в принципе, взять и на сантиметр. Ой, не на сантиметр, а на миллиметр, то есть на размер меньше. Но обычно лучше всего брать на полразмера меньше, чем основное вязание основными спицами. То есть просто берете, вот здесь вот вяжете резиночку, чтобы она была более плотнее, чем основное вязание. Итак, вяжем резинкой 2х2 над петлями. Петли, то есть над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные, буду повторяться каждый раз. 15 рядочков. И встретимся с вами в начале 16 ряда. Итак, связали 15 рядочков. И ниточка, наборочная, краешек у нас должна оставаться с левой стороны. Теперь, смотрите, мы для перехода на основное вязание меняем спицы на 3,5. И теперь, начиная с этого ряда, мы будем уже вязать по рисунку схемки вот такой. Где раппорт узора в ширину составляет 10 петелек, а в высоту 16 рядочков. И мы начинаем вязание. Кромочная в узор не входит. То есть мы всегда первую снимаем непровязанной, последняя петля у нас изнаночная. Итак, кромочную снимаем, перешли на спицы большего размера, затем у нас идет первая петелька лицевая. Далее вяжем 4 изнаночные. Я буду вязать изнаночные за заднюю стеночку, для того, чтобы они были у нас не перекрещенные. Это лицевые петли за заднюю стеночку, а изнаночные за переднюю, ближнюю к нам. Провязали лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Это и есть раппорт нашего узора. Лицевая, 4 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные. Вот так вот будем чередовать до самого конца ряда, пока у вас не останется 1 петля симметрии и 1 петля кромочная. То есть так чередуем до 2 последних петелек в конце лицевого ряда. Лицевая, 4 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные. Довязали до конца ряда, у нас осталась петля симметрии, мы вяжем ее лицевой и кромочная у нас изнаночная. Все, спицы убираем меньшего размера и берем вторую спицу большего размера. Поворачиваем на изнаночную сторону и изнаночную сторону мы будем всегда вязать по рисунку, как ложатся петли. То есть кромочная у нас снимается неповязанная. Далее идет у нас изнаночная, мы так и вяжем ее изнаночной. Далее идут 4 лицевые, мы так и вяжем 4 лицевые. Снова у нас идет изнаночная, мы вяжем ее изнаночной. 4 лицевые, снова изнаночная, 4 лицевые. И вот так вот по рисунку вяжем до конца ряда. И все изнаночные ряды будут вязаться, еще раз повторюсь, по рисунку. Я буду вам показывать только как вязать лицевые ряды изнаночные по рисунку. Кромочная петля первая снимается непровязанной, последняя петля кромочная, изнаночная. В рисунок они не входят до самого конца вязания нашего. Начало третьего ряда. Кромочную снимаем, далее вяжем 2 лицевые. 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 лицевая. Это раппорт узора. Повторяем. 2 лицевые, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 лицевая. Вот так чередуем до конца ряда. Вяжем 2 лицевые, 7 изнаночных, 1 лицевая. Снова 2 лицевые, 7 изнаночных, 1 лицевая. До конца ряда. В конце ряда после 7 изнаночных вяжем 1 лицевую. Затем петля симметрии тоже лицевая. И кромочная, изнаночная. Пятый ряд рисунка. Кромочную снимаем, далее вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 лицевые, 1, 2. Первый рапорт связан. Повторяем. 3 лицевые, 1, 2, 3, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И 2 лицевые, 1, 2. Так вяжем до конца ряда, чередуя 3 лицевые, 5 изнаночных, 2 лицевые. 3 лицевые, 5 изнаночных, 2 лицевые. В конце петля симметрии лицевая, кромочная, изнаночная. Седьмой ряд рисунка. Кромочную снимаем, далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные, 1, 2, 3. 3 лицевые, 1, 2, 3. Первый рапорт связан, далее повторяем. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 3 изнаночные, 1, 2, 3. И 3 лицевые, 1, 2, 3. Повторяем вот так вот до конца ряда. 4 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. 4 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. В конце ряда петля симметрии лицевая и кромочная, изнаночная. Девятый ряд рисунка. Кромочную снимаем, далее вяжем 1 изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Первый рапорт связали и повторяем. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И вот так вот вяжем до конца ряда, чередуя изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые. И вот так вот до конца ряда. В конце петля симметрии 1 изнаночная и кромочная, также изнаночные. 11 ряд узора. Кромочные снимаем, далее вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Далее вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 1 изнаночная. Снова повторяем 2 изнаночные, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 1 изнаночная. Так чередуем до конца ряда. 2 изнаночные, 7 лицевых, 1 изнаночная. 2 изнаночные, 7 лицевых, 1 изнаночная. В конце ряда петля симметрии у нас изнаночная и кромочная также изнаночная. 13 ряд. 3 изнаночные. Кромочную снимаем, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее идет у нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 изнаночные. 1, 2. Повторяем. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 изнаночные. 1, 2. Вот так вот чередуем до конца ряда. 3 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. 3 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. В конце петля симметрии изнаночная и кромочная изнаночная. 15 ряд узора. Кромочную снимаем, далее у нас идет 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Рапорт связан. Повторяем. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот так будем чередовать до конца ряда. 4 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. 4 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Петля симметрии предпоследняя у нас изнаночная и кромочная также изнаночная. Довязали изнаночный ряд и вот они наши 16 рядочков высоту раппорт узора. И теперь с первого по 16 ряд нам нужно повторять. То есть у нас сейчас по счету 17 лицевой ряд. Поэтому мы его вяжем как первый ряд. И каждый 17 ряд мы начинаем с первого. Кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Лицевая. Снова 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Лицевая. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. То есть смотрите. Мы будем повторять с первого ряда. Вот так вот вязать. То есть мы будем чередовать как и в первом ряду в 17. Лицевая. 4 изнаночные. Лицевая. 4 изнаночные. Мы связали 2 раппорта узора. И продолжаете вязать. Включаете видео там где мы начинали вязать первый ряд. Это у нас вот сейчас идет 17. И 3, 5, 7, далее 9, 11, 13, 15 вяжутся точно так же, как мы с вами вязали. И у нас получается вот такой замечательный. У меня спица длинноватая. Вот я сейчас вот так вот подвину. Получаются вот такие вот зигзаги из лицевых петелек. И вот такие зигзаги из изнаночных петелек. Вот так вот будем вязать до самой проймы. Итак, нам нужно связать до проймы 28 сантиметров. У меня даже получилось 28,5 от начала вот здесь вот резиночки от первого ряда до начала закрытия проймы. Вместилось у меня полных 4 рапорта. То есть мы начали с вами вязать первый рапорт. Затем первый ряд начали второго рапорта вязать. Вот полных до 16 ряда изнаночного четвертого рапорта. Вам нужно довязать. И мы сейчас в начале 17 ряда четвертого рапорта. Либо в начале пятого рапорта. Вот он первый ряд. Мы сейчас будем вязать пятого рапорта. Но нам нужно сейчас закрыть пройму, то есть если по лицевым вот здесь вот звезагам посчитать, то вот первый ряд, второй ряд, третий и четвертый ряд лицевых звезагов. И теперь смотрите, для того, чтобы закрыть пройму, нам нужно, еще раз повторюсь, находиться в начале лицевого ряда, вот здесь вот там, где у нас 4 изнаночные после кромочной. Берем в руку вторую спицу, затем нам нужно в этом ряду закрыть в начале 3 петельки. Мы первую кромочную снимаем непровязанной, теперь у нас идет 4 изнаночные. Первую мы вяжем лицевой и одеваем на нее кромочную петлю. Вторую вяжем петлю лицевой и одеваем предыдущую на последующую петлю. Сделали 2 сокращения и последнее, третье сокращение вяжем лицевую и на нее одеваем предыдущую петлю. Таким образом мы сделали закрытие 3 первых петелек. Далее по рисунку у нас идет изнаночная, мы так вяжем ее изнаночной и 3 лицевые. Первую лицевую мы вяжем изнаночной, далее вторую лицевой и третью изнаночной. То есть мы продолжаем, получается, вязать первый ряд 5 раппорта. По рисунку у нас сейчас вот она, одна изнаночная, как бы уголок треугольника. Так и продолжаем. Далее у нас идет еще 3 изнаночные. 1, 2, 3 провяжем их изнаночной. 1 лицевая и 4 изнаночные. 1, 2, 3 изнаночные над изнаночными. И первую захватываем лицевую из трех. Четвертая изнаночная. Далее идет лицевая, 4 изнаночные. Лицевая, 4 изнаночные. То есть продолжаем вязать первый ряд 5 раппорта до конца. Чередуем лицевая, 4 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные до конца этого ряда. И у нас здесь для симметрии петля будет 1 лицевая и кромочная изнаночная. То есть до конца ряда вяжем по рисунку. Вот здесь в конце петля симметрии у нас лицевая. Провяжите ее изнаночной для того, чтобы не нарушать красоту рисуночка и узора. Смотрите, сейчас мы поворачиваем на изнаночный ряд. И теперь смотрите, нам нужно закрыть с этой стороны теперь 3 петельки. Поэтому первую кромочную снимаем непровязанной, дальше вяжем первую петлю лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. Первое сокращение. Далее вторую вяжем лицевой. На нее одеваем предыдущую петлю. Второе сокращение. И третью лицевой. Одеваем предыдущую петлю. Третье сокращение. И вот здесь вот с лицевой стороны, посмотрите, получается красивый изнаночный вот здесь вот рисуночек. Если же будет одна петля лицевая, то будет как петля погрешности выглядеть. Поэтому не нарушаем красивого вида и просто дальше, уже сократив 3 петли, продолжаем вязать по рисуночку. Там, где у нас лицевые петли, вяжем лицевые петли. Там, где изнаночные петли, вяжем изнаночные петли. То есть, как и обычно, наш изнаночный ряд по рисуночку вяжем именно под лицевыми лицевые петли, под изнаночными изнаночными. И вот так вот до конца этого ряда. Кромочная, изнаночная и поворачиваем на лицевой ряд. В предыдущем ряду мы закрыли с вами 3 петли. В этом ряду нам нужно закрыть 2 петельки, поэтому кромочную снимаем не провязанной. Затем у нас идет вторая изнаночная. Мы ее вяжем изнаночной и одеваем на нее кромочную. Снова вторая петля изнаночная. Мы вяжем ее изнаночной и одеваем на нее предыдущую петлю. Таким образом, мы закрыли еще 2 петли. И до конца ряда нам нужно связать по рисунку. У нас идет следующая лицевая. Мы вяжем ее изнаночной и еще вяжем 2-3 петли изнаночные. Затем у нас идет изнаночная. Мы вяжем на нее лицевую, над лицевой лицевую и над изнаночной лицевую. То есть увеличиваем треугольничек по рисунку. Далее снова чередуем 7 вот этих петелек. Вяжем лицевыми и 3 изнаночные. 7 изнаночных и 3 лицевые. Вот так вот. То есть смотрите, сократили мы всего получается 5 петелек. А дальше вяжем как уже третий ряд нашего рапорта. То есть чередуем. Смотрите, у нас в начале после кромочной здесь 4 изнаночные. Далее идут 3 лицевые. Снова вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова 7 изнаночных. У нас получается по рисунку там идут 2 лицевые, 7 изнаночных, 1 лицевая. Далее 2 лицевых, 7 изнаночных, 1 лицевая. Но если посмотреть вот здесь вот на рапорт, то это хорошо видно. Вот они наши 2 лицевые, 7 изнаночных и 1 лицевая. Дальше начинается снова 2 лицевых. Сейчас вяжем 7 изнаночных и 1 лицевая. То есть вяжем 3 рапорт нашего узорчика. Вот она наша лицевая после 7 изнаночных. Далее повторяем. 2 лицевые, 7 изнаночных, 1 лицевая. 2 лицевых, 7 изнаночных, 1 лицевая. И чередуем вот так вот довязывая 3 ряд рапорта до конца 3 ряда. В конце ряда у нас довязано после лицевых всего 7 изнаночных. То есть у нас здесь нет петелек, поэтому поворачиваем наше вязание. И в начале изнаночного ряда нам нужно теперь с этой стороны убавить еще 2 петельки. Поэтому кромочную снимаем не провязанной. Далее вяжем вторую лицевой петелькой. И кромочную одеваем на лицевую. Это первое сокращение. Затем вторую вяжем лицевой. И вяжем, одеваем на нее первую петельку, крайнюю. Вот так вот закрываем еще 2 петли. То есть всего мы с этой стороны, точно так же, как и с первой, закрыли 5 петелек. И довязываем до конца ряда по рисунку. Над лицевыми петельками лицевые, над изнаночными и изнаночными. То есть как и все наши изнаночные предыдущие ряды, вяжем этот ряд по рисунку. Довязали изнаночный ряд до конца, кромочная, изнаночная. Теперь разворачиваем на лицевой наш ряд. И нам нужно в этом ряду сократить в начале лицевого ряда 1 петельку. Поэтому кромочную снимаем не провязанной. Далее у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее лицевой и одеваем на нее кромочную. Вот таким вот образом мы закрыли 1 петельку. И дальше вяжем по рисунку. А по рисунку у нас, смотрите, уже получается в пятом ряду. Будем чередовать. Начнем мы с двух изнаночных. Вот здесь после кромочной. Далее у нас идет 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас идет 2 изнаночные. И раппорт закончился. Повторяем теперь 3 изнаночные. 1, 2, 3, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. В начале раппорта 3 изнаночные. 1, 2, 3, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 изнаночные. То есть вот так, смотрите, по рисунку мы должны провязать в этом ряду, чередуя 3 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. 3 изнаночные, 5 лицевых, 2 изнаночные. Вот так вот увеличиваем снова наш зигзаг лицевой. Вот здесь вот лицевой идет на расширение, а изнаночный зигзаг идет на уменьшение. Вот. И продолжаем так вязать до конца ряда. И снова начинаем. 3 изнаночные, 1, 2, 3, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 изнаночные. Вот так вот вяжем, чередуя до конца этого ряда. Ряд закончился 4 изнаночными, то есть 3 изнаночными узора и кромочная тоже изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны нам нужно снова закрыть одну петельку. Поэтому кромочную снимаем, вторую вяжем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую петельку. Закрыли одну петлю и до конца ряда вяжем по рисунку. Так как и все изнаночные ряды. Над изнаночными изнаночные петли, над лицевыми петлями лицевые. До самого конца этого ряда. Довязали до конца и повернули на лицевой ряд. В лицевом ряду снова нам нужно убавить одну петельку. Кромочную снимаем, вторая у нас идет изнаночная. Мы можем ее провязать лицевой и одеваем на нее кромочную. Таким образом мы сократили одну петельку. И всего у нас с этой стороны получается закрыли 6 петелек. То есть 3, 2, 1 и 1. Сейчас у нас закрыта 7 петелька. То есть вот предыдущие ряды 6 петелек. 3, 2, 1 и это 7 петелька. Теперь смотрите, по рисунку у нас дальше идут вот здесь вот наши 7 лицевых. То есть у нас идет изнаночная, мы ее вяжем лицевой. Затем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одна изнаночная провязанная лицевой. То есть 6 лицевых. И 7 вот здесь вот лицевую довязали. 7 лицевых. Теперь у нас идет 3 изнаночные. 1, 2, 3. И снова вот здесь 7 лицевых. То есть 7 лицевых, 3 изнаночных. 7 лицевых, 3 изнаночных. То есть по рисунку получается, что довязав вот эти вот наши 7 лицевых, у нас по рисунку получается 2 изнаночных рапорт, затем 7 лицевых и 1 изнаночная. Снова повторяем. 2 изнаночные, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И изнаночная. 2 изнаночные, 7 лицевых, изнаночная. 2 изнаночных, 7 лицевых и изнаночная. То есть вот таким вот рапортом узорчика продолжаем вязать до конца этого ряда. Ряд у нас закончился 7 лицевыми. 7 лицевыми, 1 изнаночная и хромочная изнаночная. Разворачиваем на изнаночный ряд и нам нужно с изнаночной стороны закрыть симметрично лицевой стороне последнюю петельку. То есть мы вначале закрывали 3 петли, затем во втором ряду 2 петли, затем в третьем ряду 1 петлю и сейчас в четвертом ряду изнаночном закрываем 1 изнаночную петлю. Кромочную снимаем, затем вторая у нас петля лицевой, так и провязываем ее лицевой и кромочную одеваем на эту лицевую. Сократили последнюю сбоку петельку, то есть здесь мы закрывали 6 петелек и это закрытая 7 петля всего. И теперь довязываем оставшиеся петельки по рисунку. После сокращения, смотрите, изначально у нас было 83 петли, с каждой стороны мы сократили по 7 петелек. У нас должно сейчас до конца ряда от начала, то есть вместе с кромочными, остаться 69 петелек. То есть можете сразу, уже провязывая этот ряд, отсчитывать 69 петелек. Если вы закрыли правильно кромочки и следили за моим вязанием, все правильно вязали, то у вас сейчас 69 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 и дальше вяжем по рисунку и считаем 14, 15, 16, 17 и так далее. То есть до конца этого ряда вместе с кромочными 69 петелек. Довязали до конца ряда изнаночный ряд. И теперь, смотрите, мы начинаем уже с начала этого лицевого ряда формировать нашу горловинку. Находим серединочку, у нас 69 петелек, значит находим вот они наши треугольнички, вот такие вот 7 штучек. Находим средний треугольник, то есть 3 отсюда, 3 отсюда, вот он 4 средний треугольник. И центральную, самую длинную, вот здесь вот косичку. Это у нас получается 69 петелька. Если вы от нее отсчитаете в одну сторону и во вторую сторону, у вас должно по 34 петли быть, не считая вот этой 69 петли. Теперь, смотрите, можете отметить ее маркером, булавочкой, ниточкой и так далее. То есть если вам удобно, то можете отметить ее, скажем, каким-то, в общем, какой-то отметочкой. Мне, в принципе, более чем видно, то есть 3 отсюда, 3 отсюда, треугольничка, поэтому мне она кажется очень такая заметная. И теперь, смотрите, мы как бы продолжаем вязать наши рапорты узора, но при этом мы уже будем сейчас делать закрытие на горловинку. То есть мы сделали уже проймочки и я думаю, что вполне по сантиметрам. Как раз остается порядка 13 сантиметров до окончания жилеточки. Мне кажется, что пора уже формировать горловину. Я не люблю, чтобы она была слишком такая вот, вырез глубокий, потому что это все-таки жилетка на мальчика. На девочку можно было бы какой-то вырез круглый, глубокий и так далее. Так как здесь зигзаги, то я хочу V-образный вырез. Поэтому сейчас мы продолжаем вязать по нашим вот здесь вот узорчикам. Уже получается по счету это 9 ряд рапорта. Вот. И мы сейчас начинаем вязать вот здесь вот неполный рапорт и затем уже продолжаем отсюда вязать полный рапорт. При этом у нас уже в треугольничках добавится изнаночная петля. А вот здесь вот в уголках изнаночных зигзагиков будет уменьшаться до одной петли изнаночной вот с этой стороны. То есть будем уже продолжать делать вот эти вот отчетливые уголочки. И тем самым кромочную начинаем вязать, кромочную снимаем, не провязывая. Затем у нас идет 3 лицевые. Мы так и провяжем их 3 лицевые. И далее идет изнаночная. Вот мы довязали неполный наш рапорт. И вот она изнаночная. Это первая петля уже нового рапорта. Изнаночная. Далее идет у нас 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Снова изнаночная. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Все. Мы связали полтора рапорта и повторяем. Изнаночная. 4 лицевые. Изнаночная. 4 лицевые. Вот так вот нам нужно дойти до вот этой серединки. То есть провязав 3 треугольника, не довязывая четвертый, мы уже будем искать горловинку нашу. И вот снова идет изнаночная. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. 1, 2, 3 и 4. Снова изнаночная и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Смотрите, я провязала 3 треугольничка. И с другой стороны у меня также осталось 3 треугольника. Как я вам уже говорила, вот она. Мы дошли до средней 69 петельки или 35 с одной и с другой стороны. И теперь начинаем формировать горловинку. Мы сейчас провяжем нашу 35 петельку вместе с первой, с левой стороны. Одной петелькой лицевой. То есть вместе. Как бы делали сокращение. Следующую вяжем также лицевой. И одеваем вот эту двойную провязанную петельку на следующую. То есть как бы мы закрыли сейчас 2 петельки. Вот здесь вот сразу. Сделали как бы наклон влево. Теперь у нас по рисунку идет 2 лицевые. Мы так и вяжем их 2 лицевые. Одна изнаночная. И вот эти наши 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова идет изнаночная. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Одна изнаночная. 4 лицевые. То есть довязываем этот ряд по нашему рапорту узорчиком. 4 лицевые, изнаночная. 4 лицевые, изнаночная. Вот так вот до конца этого ряда. И ряд у нас сейчас, я вам скажу, уже заканчивается. Чем он закончится? Итак, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная, центральная. И 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Вот так заканчивается у нас этот ряд. И теперь нам нужно провязать изнаночный ряд до вот этих вот закрытых петелек. То есть до серединки. Мы сейчас будем вязать только левую сторону. Правую трогать не будем. Поэтому мы сейчас будем вязать только до серединки. Кромочную снимаем. По рисунку у нас следующая. Далее изнаночная, 1, 2, 3 изнаночные, 1 лицевая, далее 4 изнаночные и так далее. То есть вяжем до серединки, до закрытых петелек. И обязательно вяжите последнюю изнаночной, а первую снимаете непровязанной. То есть вот этот, скажем так, порядок кромочных петель остается и на этих половинках. Вот так вот закрываем мы горловинку. И будем вот эту левую часть горловины закрывать только с лицевой стороны. То есть вот довязываем рапорт наш по рисуночку. И снова поверну с лицевой стороны. Вот мы, смотрите, последняя у нас изнаночная. Повернув с лицевой стороны, точно так же будем делать убавления. Но с лицевой стороны мы будем убавлять, с каждой лицевой стороны будем убавлять всего по одной петельке. То есть это только в первом ряду мы убавили две. А сейчас будем убавлять по одной. То есть кромочную снимаем, следующую вяжем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. Вот так вот. Теперь у нас по рисуночку сейчас будет увеличиваться изнаночный треугольник. А вот этот вот изнаночный треугольник уже закончился. Поэтому мы вяжем пять лицевых. После закрытия первая лицевая. Далее у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее вторую лицевую. Третья лицевая. Четвертая. И пятая. А там, где у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, мы вяжем три петли изнаночные. Один, два, три. Далее идет семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И одна изнаночная. Две изнаночные. То есть всего получается три изнаночные вместе с первой. И семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Изнаночная. Снова вяжем две изнаночные. И вот до конца ряда у нас остается две лицевые, кромочная и изнаночная. Разворачиваем на изнаночный ряд. И изнаночный ряд, как всегда, вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. И далее до конца ряда. Кромочная здесь будет изнаночная. Вяжем по рисунку. Довязали изнаночный ряд. Поворачиваем на лицевой ряд. И снова сокращаем в начале ряда одну петлю. Кромочную снимаем не провязанной. Следующая лицевая. И одеваем кромочную на лицевую. Затем у нас идут три лицевые. Один, два, три. Пять изнаночных. Один, два, три, четыре и пять. Затем у нас идут пять лицевых. Один, два, три, четыре. Пять. Пять изнаночных. То есть смотрите по рисунку, чтобы увеличивался уголок одного треугольника и уменьшался уголок второго треугольника. Затем провяжите пять лицевых, пять изнаночных. Затем одна у нас идет лицевая и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Довязали изнаночный ряд. И теперь снова в начале лицевого ряда сокращаем одну петлю. Первую кромочную снимаем. Затем вторую вяжем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. У нас идет одна лицевая, далее семь изнаночных. Одну лицевую провязали и вяжем первая изнаночная, вторая изнаночная. Если у вас делится ниточка, не переживайте, лучше перевяжите эту петельку некрасивую и ровную, чтобы у вас была как можно качественнее работа. Ничего страшного, если потеряете какие-то пять секунд времени. Итак, провязали семь изнаночных, далее идет у нас три лицевые. Снова семь изнаночных, три лицевые. И вот так вот вяжем, уменьшая снова уголок лицевой, а изнаночный уголок расширяем. И здесь в конце у нас получится семь изнаночных и кромочная, а также изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Провязали изнаночный ряд, с лицевой стороны снова кромочную снимаем. Далее вяжем 1 лицевая и кромочную переодеваем на эту лицевую. Сократили 1 петлю. Дальше у нас идет 3 изнаночные. 1, 2, 3. 1 лицевая и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Дальше идет 3 лицевые. Мы провяжем 1 из них изнаночная, 1 лицевая и 3 уже по счету изнаночная. То есть у нас фактически получается здесь уже незавершенный раппорт нашего треугольничка. То есть получается кромочная, 3 изнаночные, лицевая, 4 изнаночные, лицевая. Снова повторяем вместе с 1 изнаночной 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Вот они после лицевой. Снова лицевая, 4 изнаночных, лицевая. То есть все вяжем по нашему узорчику и по рапорту. Я уже, честно говоря, ориентируюсь больше по узору. Я уже абсолютно давно не смотрю, как там у нас обстоят дела с рапортами. Поэтому, возможно, где-то говорю, рапорт немножечко перекручено. Но я смотрю уже, ориентируюсь по самому рисунку. Итак, мы изнаночный ряд точно так же, как и обычно, вяжем без изменения по рисунку. Затем снова в лицевом ряду мы будем уменьшать вот этот изнаночный треугольничек. Вот сюда его вести. А увеличивать лицевыми, вот этими петельками, треугольничек вверх. То есть спускать его. И точно так же в каждом лицевом ряду мы будем снова убирать по одной петельке вбок. Симметрично будем делать и вторую сторону. Точно так же ориентироваться по рисунку нашей зигзаги вязать. И точно так же увеличивать, только уже будем вести убавление в правую сторону. Связали изнаночный ряд. С лицевой стороны кромочную снимаем. Вторая у нас идет изнаночная. Так и вяжем ее изнаночной и переодеваем на нее кромочную. Далее у нас идет одна изнаночная, три лицевые. Один, два, три. Идет теперь у нас семь получается лицевых. Один, два, три, четыре, пять. Провязав изнаночный ряд, снова с лицевой стороны кромочную снимаем. Вторая идет изнаночная. Вяжем ее изнаночной и переодеваем на нее кромочную. Теперь у нас идет одна изнаночная, три лицевых. Один, два, три. Теперь у нас идет три изнаночные, лицевая, три изнаночные. Мы все семь петелек вяжем изнаночными петлями. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова три лицевые. Один, два, три. Семь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Три лицевые. Один, два, три. И до конца ряда у нас остается три изнаночные и кромочная изнаночная. То есть вяжем, ориентируясь вот здесь вот на рисунок. Изнаночный ряд по рисунку. С лицевой стороны снова кромочную снимаем. Далее идет изнаночная. Можно в принципе ее провязать лицевой, так как здесь увеличивается вот этот вот лицевой треугольничек. Поэтому я вяжу вторую лицевой и кромочную переодеваю на лицевую. Далее вяжу один, два, три, четыре лицевые. И уменьшаю вот эти вот изнаночные петельки до пяти. Один, два, три, четыре, пять. И в конце ряда у нас получается пять лицевых, изнаночная и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. С лицевой стороны очередное убавление, кромочную снимаем. Следующая лицевая и одеваем кромочную на лицевую. Далее у нас идет четыре лицевые. Один, два, три, четыре. Три изнаночные. Один, два, три. И идет семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три изнаночные. И снова семь лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И у нас закончился лицевой вот здесь вот треугольничек расширения и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд точно так же, как обычно, по рисунку. Переходим снова на лицевую сторону, кромочную снимаем. Следующая лицевая и переодеваем кромочную на лицевую петельку. Сократили петлю. Теперь у нас идет четыре лицевые. Один, два, три, четыре. Одна изнаночная. И вот эти вот все петельки мы вяжем от изнаночной до первоизнаночной. Все лицевые без промежуточной изнаночной посерединке. Я вам сейчас расскажу почему. Вот мы сейчас провяжем вот эти все петельки. Их у нас получается семь с расширением. Вот они два, четыре, шесть, семь. И две петли по краям, то есть восемь, девять с этих изнаночных. При этом мы не делаем посерединке вот здесь вот изнаночную петлю. Теперь у нас идет одна изнаночная. И вот здесь вот до конца ряда у нас лицевые петельки. Последняя кромочная и изнаночная. Сейчас уже мы переходим на лицевую гладь. То есть смотрите, у нас уже мы сейчас довязав изнаночный ряд, будем вязать лицевой ряд уже только лицевой гладью. То есть смотрите, у нас закончится провязывание вот этих вот треугольничков изнаночных, лицевых. У нас просто будет верхушка до плечевого скоса лицевой гладью, начиная с вот этих вот треугольничков. То есть мы уже не будем сюда вводить изнаночные петли для того, чтобы продолжить лицевой гладью. Поэтому изнаночную сторону вяжем самостоятельно и лицевую я вам покажу, как мы будем и что вязать. Довязали изнаночную сторону и снова с лицевой стороны кромочную снимаем. Первую провязываем лицевой, кромочную одеваем на лицевую. И до конца этого ряда вяжем все полностью петельки лицевые. Кромочная у нас изнаночная. И сейчас смотрите, мы убавление сделали до 24 петелек, а у нас плечевой скос состоит из 19 петелек. То есть мы по серединке сейчас должны убавить из 69 петелек, у нас 2 плечевых скоса по 19 петелек и средний для горловинки, как я вам уже говорила, 31 петля. Вот мы с одной стороны убавляем 15 петелек и с другой стороны 15 петелек. Центральную мы убавили в самом начале, 16 петлю. Вот, поэтому сейчас смотрите, мы довязали лицевой гладью и перешли полностью на лицевую гладь. Теперь изнаночные ряды вы вяжете изнаночными петлями, лицевые, вот здесь вот рядочки с лицевой стороны вяжете лицевыми петельками. При этом в каждом лицевом ряду вам нужно будет уменьшать по одной петельке. То есть вяжете вторую лицевой и одеваете кромочную на лицевую. Снова в следующем лицевом ряду вторую петельку вяжете лицевой и кромочную первую петельку одеваете на провязанную лицевую петлю. То есть точно так же, как мы с вами убавляли до тех пор, пока у вас не останется вот здесь 19 петелек. Вот, то есть еще буквально 5 убавлений и у вас останется 19 петелечек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, минус 19, 5 убавлений. То есть еще вам нужно провязать 5 лицевых рядочков или 10 вместе с изнаночными, для того, чтобы у вас остался плечевой вот здесь вот скосик из 19 петелек. А затем мы симметрично закроем правую сторону. Вот мы закончили делать убавления на левую сторону. Ну, вот здесь вот на правый плечевой скос жилеточки. И у нас должно получиться вот такое вот уменьшение до 19 петелек. И смотрите, у нас получается после последнего изнаночного вот такого зигзага идет лицевая гладь. Теперь, после того, как я убавила последнюю петельку, я измерила от начала вязания нашего до самого конца. И у меня получилось мои 44, там с лишним немножечко, 44,5, вот если быть точнее, то высота жилеточки как мне и нужно было. И от начала проймы до вот здесь вот до плечевого скоса окончания было где-то 15,5 сантиметров. Мне нужно 16,5, поэтому я провязала просто без убавления один лицевой ряд и вернула один изнаночный ряд. Поэтому я провязала два ряда еще, помимо вот этих рядочков убавления. И теперь, смотрите, я просто беру, отрезаю ниточку, оставляю небольшой кусочек для того, чтобы спрятать вот эту ниточку. И можно, в принципе, переодеть вот эти петельки на дополнительную спицу, либо булавочку, что вы готовили для, в общем, для сохранения этих петелек. У нас эти петли должны быть открытые, обратите внимание, я не закрываю. Можно было бы их закрыть просто обычным способом, а затем шить со спинки плечевой скосик. Но я люблю максимально бесшовные варианты плечевого скоса, поэтому я оставила петли открытые и отрезала ниточку. Теперь я беру эту ниточку, которую я отрезала, и крючок. И нахожу вот здесь вот в уголке начальную петельку, в которую я делала вот это начальное убавление. И ниточку продеваю сквозь вот эту начальную петельку. Можно с изнаночной стороны, можно с лицевой. В принципе, давайте с изнаночной, чтобы нам было прятать удобно ниточку с изнаночной стороны. И теперь вот такую вот петельку, которую я вывела с изнаночной стороны, одеваю на правую спицу. То есть я как бы ввела рабочую ниточку вот сюда вот в нашу работу. Хотите, можете сквозь общую петельку, то есть вот так вот сквозь обе стеночки первой петли. Ну, в общем, вводим рабочую нить сюда. Теперь у нас остается с изнаночной стороны хвостик. И мы поворачиваем вот так вот с изнаночной стороны. Так как мы лицевую сторону уже провязали с этой стороны и здесь начали вязать с лицевой стороны, то убавление на левой полочке мы будем делать с изнаночной стороны. То есть мы делали здесь в каждом лицевом ряду, то здесь будем делать убавление в каждом изнаночном ряду. Это нужно вам будет запомнить для того, чтобы в будущем удобно было вам вязать. Итак, переодеваем вот эти вот петельки и освобождаем нам спицу. Хотите, можете не переодевая вязать вот этой спицей, как мы делали на первом варианте. То есть вот так. Теперь смотрите, у нас первая идет введенная петля, она у нас лишняя, поэтому мы первую петлю рабочую с левой стороны и вот эту вот воздушную, будем ее называть петлю, вяжем вместе одной петлей изнаночной. И до конца ряда вам нужно провязать по рисунку петельки над петельками. То есть, как всегда, мы изнаночный ряд вяжем по рисунку без изменения. Кромочная петля, как всегда, будет изнаночная, первая сниматься не провязана. И теперь, развернув на лицевой ряд, нам нужно вот эту вот правую полочку связать симметрично левой, поэтому будем опираться на левую, будем закрывать правую. Итак, смотрите, сейчас мы будем вязать точно так же, как и в первом случае, смотреть по рисунку, что у нас получается. И в каждом изнаночном ряду мы будем первую петельку кромочную снимать не провязанной, вторую провязывать изнаночной и одевать кромочную на изнаночную петлю. То есть, как мы делали здесь, только мы здесь лицевые петельки чаще всего, вторые провязывали и кромочную одевали на лицевую, то там постоянно мы будем вязать изнаночной, исходя из того, что это изнаночная сторона. А здесь мы будем вязать по рисунку, то есть, сейчас мы первую кромочную снимаем, затем вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, затем у нас идет по рисунку расширение вот этих вот изнаночных петелек в треугольнике, а вот этого треугольничка уже не будет, поэтому здесь у нас будет 7 лицевых, 3 изнаночные, 7 лицевых, 3 изнаночные и так далее. Я думаю, что здесь вы продолжите самостоятельно рисуночек дальше вязать и делать убавления в каждом изнаночном ряду, в каждом начале изнаночного ряда. И вот дойдете до вот такого ряда, там где у вас закончится вот такой вот изнаночный треугольничек, смотрите, чтобы было симметрично, и затем просто переходите на лицевую гладь, заканчиваете делать убавления, чтобы у вас совпало обязательно по количеству рядочков. И абсолютно точно так же делаете, как мы вязали вот эту сторону, делаете противоположную. Можете включить то, как мы вязали левую полочку и связать по ней правую, при этом в каждом изнаночном ряду делать убавления, а рисуночек повторяется. То есть хотите, просто открываете схемку, вы уже вязали здесь целые вот здесь вот 4 рапорта снизу, 5 рапорт мы с вами начали, то я думаю, здесь у вас труда не составит связать вот этот вот рисуночек, я сейчас вам скажу, от вот этого угла у нас получается 1 рапорт, 2, почти 2 рапорта, то есть 1,5 рапорта. А затем переходите на лицевую гладь и точно так же продолжаете делать убавления и довязываете до одинакового количества вот здесь вот рядочков. Я вам потом скажу, сколько без убавления довязала я, чтобы вы ориентировались. Думаю, что здесь труда вам не составит, поэтому вяжем правую полочку самостоятельно, просто ориентируйтесь рисунок и убавления в каждом изнаночном ряду в начале ряда по одной петельке. Я вот здесь вот связала 2 ряда и рекомендую вам в самом начале сделать 3 убавления, то есть 1 убавление то, которое мы сделали воздушную петлю, прикрепляя вот эту вот ниточку, и еще 2 убавления для того, чтобы у вас совпал вот здесь вот узорчик с обеих сторон. Если вы сделаете одно убавление, то у вас будет одна сторона вот этого треугольничка больше, чем вторая, шире. И это будет из-за того, что мы делали, получается, здесь в начале ряда и как бы сразу начинали с убавления, а здесь мы будем провязывать лицевой ряд и лишь в изнаночном делать убавления. Поэтому для того, чтобы совпал рисуночек, сделайте вот здесь вот изначально 3 убавления. 1 воздушной петли прикрепления ниточки и 2 убавления еще. То есть как бы сразу делаете вместо 1 2 убавления для того, чтобы совпал рисуночек. И когда довяжете переднюю часть, мы с вами встретимся уже во второй части, где будем вязать спинку. Спинку.